Программа «Мужское начало» Когда блестящий выпускник знаменитого Лэти бросает все, чтобы учиться заново с нуля и со временем стать художником-ювелиром, это характер. Когда художник-ювелир с именем, репутацией неожиданно уходит в автомобильный бизнес и со временем становится в нем лучшим, это Алексей Безобразов. Он умеет искать и находить. Это умение перешло от отца, знаменитого ленинградского коллекционера живописи Бориса Борисовича Безобразова, легендарного собирателя в основном авангардистского и нонконформистского искусства, о доме которого ходили легенды. Это была по тем временам прекрасная двухкомнатная квартира в московском районе, в сталинском доме, но в картинах, поверьте, было завешено все картинами. Это были стены, это были дверные проемы, даже двери, которые открывались, закрывались, тоже на них висели картины. Коллекционер – это призвание и судьба, которая иногда передается по наследству. Алексей Борисович унаследовал от отца страсть к искусству и собиранию искусства. Страсть со временем переплелась с самыми дорогими в жизни воспоминаниями. Здесь, среди этих картин, Алексей Безобразов чувствует себя по-настоящему счастливым. «Яблоневый сад» – потрясающие художницы, ученицы и секретаря личного Малевича, Казимира Малевича, Анна Александровна Лепорская. Наверху и вот здесь на Мольберце две работы тоже нашего питерского художника Глеба Богомолова. Очень много он имел успешных выставок и в России, и за рубежом. Но сегодня они уже все оценены. Тогда, кроме квартирных выставок, больше им нигде не разрешалось показывать свои работы. В коллекции Безобразова живопись, которая стала классикой вопреки – Шемякин, Арефьев, Рубин – сегодня эти имена на слуху. Здесь нет академической скуки, нет творений советских академических бонс, так называемого соцреалистического салона. Настоящий коллекционер равнодушен к моде, потому что ориентируется в первую очередь на свой вкус. Если говорить, что бы я хотел иметь у себя в коллекции, то я хотел бы что-нибудь, может быть, из имперсионистов, Моне, Ренуара. Сударственным бы имел там пару работ Пикассо. Ну, на центральном бы месте, наверное, висела и Грека. О коллекции Алексей Борисович готов говорить часами и так лично, как будто рассматривает с вами семейный альбом. А может, именно так и нужно любить искусство, с какой-то почти интимной нежностью. Может, в этом и заключается смысл коллекционирования, чтобы картинами не только любовались, но и любили. Зима и последующие межсезонья, которые в Петербурге может длиться как полноценный сезон, делят всех автомобилистов на две категории. Тех, кто обладает автомобилем с полным приводом, и тех, кто им отчаянно завидует. Система полного привода дает большую уверенность на дороге, так как все колеса являются ведущими. Особенно это ярко чувствуется в осенне-зимний период времени, когда, возможно, занос и гололед. Автомобиль обладает лучшей стабилизацией. Сцепление с дорогой значительно увеличивается. В наших исследованиях психологии петербургских автомобилистов мы пришли к неожиданному открытию. Обладатели автомобилей одной конкретной немецкой марки зависти лишены почти полностью. На смену ему приходит совсем другая эмоция. Восторг – это рекламный слоган, который компания BMW выбрала для рекламы во всем мире. Он означает те ощущения, те эмоции, которые человек получает при покупке нового автомобиля. По сути, он действительно делает мечты реальностью. Объяснение странного психологического явления оказалось очень простым. Система полного привода доступна почти на всем модельном ряду легендарного концерна. Убедиться в преимуществе которого можно на традиционном для нашего города зимнем тест-драйве, когда могучие полноприводные красавцы демонстрируют все свои возможности в формате своеобразного балета на льду. Все выступления, которые были показаны на льду озера и на тренажерах, они выполнялись под контролем профессиональных инструкторов. Естественно, все такие вещи просчитываются заранее, и машина идет на пределе своих возможностей. Если вы думаете, что лето – сезон, когда полный привод превращается в декоративное излишество, то вспомните, по каким дорогам иногда приходится добираться до дач и на загородные пикники. Если вспомнили, то кто-то из вас, возможно, вновь испытал чувство зависти, а кто-то пришел в полный восторг, предвкушая первые шашлыки, прочие прелести короткого сезона между длинными весенним и осенним межсезоньями. Тяга к традиционному в наши дни мирно уживается с использованием новых еще вчера экзотических продуктов. Лучший тому пример – ассортимент постных продуктов в магазинах и постное меню в лучших ресторанах и гастрономиях. Пост – это не значит, что все должно быть пресным и невкусным. На самом деле постное меню можно сделать очень насыщенным, очень приятным по вкусу. И мы представляем, например, такое совершенно традиционное русское блюдо – это каша с тыквой, пшенная каша с тыквой. Но небольшая изюминка – мы делаем его действительно постным, но делаем его на кокосовом молоке. Кокосовое молоко и православный Великий пост не вступают в противоречие. Ведь традиционное ограничение на скоромное не нарушено, а это главное. Да и что может более русское, более изысканное, чем тыква и пшенная каша? Два кита, на которых держалась веками наша крестьянская кухня. Можно купить какую-нибудь тыкву мягкую, нежную, нежесткую, разрезть ее пополам, запечь, а потом эту мякоть вытащить. Отдельно можно сварить кашу любую по вкусу, например, пшеную. Можно добавить мед, можно добавить тыквенные семечки. Все это соединить, положить в тыкву и снова запечь. Пост в первую очередь – очищение духа. Но постная пища дополнительно способствует и очищению нашего тела. Пшенная каша с тыквой вне конкуренции. Идеальное сочетание растительной клетчатки, углеводов и разнообразных микроэлементов превращает этот кулинарный хит периода Великого Поста еще и в настоящую бомбу здоровья. Ну а для того, чтобы тыквенное чудо вам не приелось, имеет смысл изучить весь ассортимент постных продуктов. Это блюдо из фасоли, это блюдо из баклажан и цукини, это всевозможные сочетания, например, в лепешке кисадилии, это какие-то острые и пресные. Мы делаем гамбургеры с красной фасоли. В традициях главная суть, а не форма. И, кажется, мы стали это понимать. Ведь с каждым годом постится все большее число наших соотечественников. И неведомые нашими далекими предками фасоль или кокосовое молоко их отнюдь не пугают. Очищению духа они точно не вредят. А с очисткой тела вполне справится и тыкла. Мода и стиль – два понятия, настолько же близкие друг к другу, насколько и далекие. Первая тяготеет к забвению и на вечность не претендует. Стиль же, напротив, не зыблем. И это не только сумка, часы и туфли. Это манера питаться, говорить, водить автомобиль. Безусловно, автомобиль, подобранный со вкусом. Законодателем мод сами водители окрестили «Вольцваген Гольф», седьмая серия которого в этом году завоевала престижный титул автомобиля года. Фамильные черты, стиль, именно концепция марки, она прослеживается во всех поколениях автомобилей «Гольф». Уникален в своем роде, потому что он модный на тот момент, когда выходит новая модель и остается стильным на протяжении долгих лет. Сохраняя фамильные черты, «Гольф» преображается в лучшую сторону. Изменения есть практически в каждой детали. Новый руль переключателей – отделка. Нравится снаружи, нравится и внутри. Эргономикой, качественными материалами. Но помимо субъективных ощущений, «Гольф» на высоте и по объективным показателям. Прежде всего, в вопросах безопасности. Ощущение, как будто едешь на автомобиле самых дорогих марок, потому что шумов внешних нет абсолютно никаких, даже на зимней ревине. «Гольф-7» стал лучшим, показав потрясающую универсальность. Секрет прост. Являясь законодателем мод в классе машин, которому «Гольф» сам и дал имя, производитель дает клиенту все и сразу. Кто-то выбирает визуально, кто-то выбирает с точки зрения безопасности, с точки зрения технологий, нововведений. Здесь это все объединено. Автомобиль нравится всем. И молодому поколению, и взрослому поколению. Россия, задержав премьеру «Седьмого» на полгода, получила модификацию, специально подготовленную для наших условий, чего стоит один увеличенный до 16 сантиметров дорожный просвет. В общем, машина для любых задач и потребностей. Народный автомобиль. Мы не гонимся за сенсациями и не ищем горячие новости, поэтому наши сюжеты не похожи на другие. Если наши ценности совпадают, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин